добрый день коллеги приветствую вас на вебинаре от би консалт посвященный сравнению трех систем бизнес-аналитики табло клик и power bi мы будем смотреть на эти системы с точки зрения аналитика то как мы собираем данные в этих системах как мы строим различные аналитические отчеты и как собственно этими аналитическими отчетами мы после этого можем пользоваться начнем со сбора данных у меня есть вот такой небольшой файл который представляет из себя продукт продажи и производства некоторых продуктов у нас есть в производстве несколько видов продуктов в данном случае это суп компот десерты котлеты причем в производстве они у нас были произведены в определенные какие-то даты да и виды этих продуктов соответственно тоже повторяется продажи у нас находятся как те же самые продукты так и другие продукты тоже продаются и эти продукты у нас тоже встречаются но соответственно продаются не один раз вот посмотрим как с этими данными у нас работают 3 системы начнем мы с построение отчета в кликсенс мы создадим новое приложение и обратимся к данным самым простым способом я перетащу до файл после чего увижу все таблицы которые можно отсюда добавить выберу продажи и производства и добавлю эти данные сегодня я не планирую делать сложных вещей до каким-либо образом сложно с этими данными работать поэтому я выбираю вот такой вот способ о созданию у добавлению данных в клик я просто перетащила файл и и теперь могу посмотреть какие связи между этими двумя таблицами предлагает мне клик вот он мне предлагает связь по полю который называется продукт это как раз та самая связь которая мне нужна соответственно я связи применю и загружу данные после этого у меня создан соответственно новые созданы данные что у меня здесь произошло у меня по тем полям которые были представлены в моих данных созданные три списка продукты продажи и затраты я построю простую таблицу который по продукту посмотрю что мы видим мы видим что всего за тот исторический период который у нас есть до всего было произведено продуктов на 350 до а продано продуктов на 710 то есть мы видим при этом перечень полный перечень продуктов в котором указано что у нас в том периоде за который у нас имеются данные продано котлет не было вовсе зато сделано на 110 а консервов скажем продано на 200 до но в затратах стоит 0 это означает что в этом конкретном периоде за которыми загрузили данные консервы не производились зато были проданы ну как за какие-то предыдущие периоды вот таким образом с данными нам сработает клик то есть данном конкретном случае мы можем не заботиться о том в каком перечне продукт у нас находится теперь посмотрим что при этом делает а power bi создам новый отчет и получу данные да у меня интерфейс на английском но он может быть и на русском и на английском и чуть позже я его поменяю и так да я выбираю также данные из excel подключаюсь к файлу тоже вижу перечень таблиц могу выбрать продажи и производства и загрузить их и в этом случае power bi просматривает данные и в принципе power bi тоже пытается построить связь между таблицами но в нашем случае этой связи он не находит мы можем указать такую связь самостоятельно по продукту это совсем несложно можно перетянуть одно поле на другое но при этом мы предупреждение что это будет связь многие ко многим поскольку и в том и в другом и в той и в другой таблице у нас продукты повторяются много-много раз мы знаем что это действительно должно быть так поэтому связь такую принимаем и идем построение визуализации я также возьму таблицу но теперь у меня есть таблица продажи и у меня есть таблица производства я выбираю данные по производству выбираю продукт и выбираю затраты а потом я иду в таблицу продаж и выбираю продажи у меня здесь сразу появляется также сумма по затратам и по продажам и как мы видим общие суммы по затратам и продажам которые указаны в таблице у нас совпадают с тем что мы уже видели в кликсенс но при этом чтобы мне не самой не запутаться я пожалуй поправлю у этой таблицы сделаю заголовок и напишу что это у меня производства итак и такую же сделаю вторую таблицу которая будет представлять нам продукты из продаж и при этом также показывать затраты и сумму по продажам это у меня таблица будет называться продаж я даже поставлю их рядышком чтобы нам было легче сравнивать итак ну в общем сразу заметно что количество строчек здесь у нас различается при этом суммы которые мы увидим в общем итоге совпадают но если посмотреть на данные внимательно то в столбце продажи вот этой вот таблицы производства у нас данные какие 220 100 и 160 сумме это дает 480 а совсем не 710 но общий ток 710 что соответствует полному набор данных в нашей таблице аналогично мы можем посмотреть по продажам у нас есть суммы запроданные товары общая сумма 350 то есть итоги у нас совпадают но в затратах мы видим 80 60 и 100 что в сумме нам дает 240 а не 350 почему так получается потому что мы продукт берем из конкретной таблицы в первом случае эта таблица производства там у нас были десерт компот котлета и суп а потом по этим наименованиям мы идем по связи которые установлены между таблицами посмотрим на нее итак мы взяли из таблицы производства продукт прошли по этой связи отфильтровали данные по конкретному продукту который здесь указан получили сумму по продаже этого продукта и соответственно эту сумму вывели в визуализацию вот таким образом работает с данными Power BI он фильтрует нам данные относительно того продукта который мы здесь выбрали если этот продукт отсутствует у нас в таблице продаж то соответственно он не находит ничего и здесь остается пустая клеточка но когда мы получаем общий итог что делает Power BI он сбрасывает все фильтры настроенные по таблице то есть никакой продукт не выбирает а просто берет общую сумму итогов по всей таблице продаж и этот итог 710 таким образом у нас в каждой записи истинное значение продажи но общая сумма по столбцу может отличаться от итоговой суммы поскольку здесь мы видим данные уже относительно всей таблицы а в перечне продуктов все продукты мы увидеть не можем аналогичная ситуация с продажами только теперь мы смотрим на продукты со стороны таблицы продаж то есть это все продукты которые мы продали при этом некоторые из них мы в этот период не производили а именно консервы и хлеб здесь у нас нет никаких данных но мы производили явно еще что-то потому что если мы сложим вышестоящие значения то мы получим сумму отличную от 350 вот если эти вещи годятся для нас или если ваши данные со множественными связями таковы что у вас скажем в продаже бывают только те продукты которые есть на производстве или вы производите а потом только это и продаете то тогда у вас не будет такого расхождения и данная конструкция вам тоже подойдет если нужно что-то иное да то соответственно нужно будет придумать как решить эту проблему скажем создать единый список продуктов из которых мы будем выбирать продукт тогда мы получим соответственно истинные значения ну и последний в нашем сегодняшнем обзоре еще одно приложение которое мы сегодня рассматриваем это табло и теперь в табло десктоп мы построим точно похожую таблицу мы тоже будем подключаться к excel к тому же самому файлу вот здесь несколько сложнее идет потому что сразу оба обе таблицы выбрать я не могу потому как если я выбираю две таблицы табло считает что я хочу эти данные сразу каким-либо образом объединить и собирает из этих данных единую таблицу что в нашем случае конечно неверно для того чтобы мне добавить еще одну таблицу в тот же самый отчет мне нужно пойти в данные и выбрать новый источник данных и еще раз подключиться к тому же самому файлу в первом случае я выбирала продажи а теперь я выберу соответственно производство вот теперь у меня есть обе таблицы и я могу построить визуализацию в табло мы к на каждом отдельном листе строим отдельную визуализацию нас занимает весь этот лист в первом на первом листе да я построю визуализацию по продукту по затратам это мы можем построить сразу а теперь я могу сюда же добавить данные из второго своего источника из таблицы продаж при этом как мы видим автоматически автоматически была найдена связь между этими двумя таблицами по полю продукт что правильно да и теперь я могу отсюда выбрать также и продажи у меня по затратам и по продажам есть значение теперь я сюда же выведу общий итог вот он по затратам у нас 350 а по продажам 480 эта сумма соответствует тем значениям которые мы видим выше то есть у нас по десертам 100 по компоту 160 по супу 220 итого 480 теперь я хочу построить аналогичную таблицу но я начну с таблицы продаж я выберу продукт выберу продажи пойду на второй источник и выберу затраты если мы здесь выведем общие итоги то мы увидим что сумма по затратам у нас 710 ой по продажам 710 а по затратам сумма 240 то есть это опять же те продукты которые были у нас здесь продукты которые были в продаже по этим продуктам мы можем из второй таблицы производства вытащить информацию по десерту компоту и супу по консервам и хлебу у нас нет информации потому что их они у нас не производились в этот период и соответственно общий итог это итог по столбцу то есть в отличие от power bi да клик извините табло работает примерно так как нам мог бы выдать данные excel то есть мы суммируем только то что видимо в этом конкретном столбце и так когда мы работаем со множественными связями в клик мы получаем сразу единую картинку потому что клик сразу нам сам составляет единый полный перечень продуктов если мы строим такую аналитику в power bi мы общие итоги видим за все данные которые у нас имеются но частичные суммы можем увидеть только относительно тех продуктов которые находятся либо в производстве либо в продаже в табло мы видим только те продукты которые либо производстве либо в продажах и общие итоги мы также видим только относительно тех продуктов которые у нас есть в производстве либо в продаже это что касается сбора данных то есть здесь у меня здесь я отдаю предпочтение кликсенсу потому что кликсенс позволяет нам сразу не думая о том что из какой таблицы у нас берутся данные объединить эти данные и сразу получить полный перечень продуктов в этом случае с клик нам работать гораздо комфортнее теперь посмотрим на данные которые мы также будем собирать но если данные не такие простые как были в первом случае так я пожалуй хочу перевести интерфейс на русский язык опять же это очень хороший момент который дает очко в пользу power bi то есть в отличие от клик и табло мы можем прямо в интерфейсе выбрать на каком языке мы хотим смотреть на данные в каком языке мы хотим видеть интерфейс единственное что нужно что нужно сохранить пока у меня будет запускаться power bi я я расскажу про интерфейсы и так да в power bi мы можем настроить какой язык мы хотим видеть в интерфейсе русский английский или какой-то другой прямо в настройке приложения кликсенс позволяет выбрать настройку приложения только если вы смотрите приложение через браузер то тогда у вас есть возможность настройки языка то есть вы выбираете какой у вас язык по умолчанию идет для браузера и в нем открываете кликсенс и тогда он будет в языке браузера когда вы устанавливаете кликсенс на свой компьютер он подбирает язык по языку вашей операционной системы то есть если операционная система английская у вас будет кликсенс английский если операционная русская да то будет русский вот соответственно либо так это решить либо через браузер табло находится в этом случае на третьем месте потому что у него весь интерфейс исключительно на английском языке и так вернемся в power bi да какие данные мы будем смотреть мы будем смотреть вот такую таблицу то есть у меня есть таблица которая наверняка вам тоже очень хорошо знакома то есть не сами данные конечно а именно этот вид очень часто мы встречаемся с такими данными когда у нас есть определенные объединенные ячейки относящиеся к некоторому количеству ниже стоящих столбцов и есть данные да по определенным вот этим вот позициям которые представлены вот в такой вот квадратной форме с такими данными и смотреть на них в общем и целом удобно да очень многие часто отчеты составляются именно в таком виде смотреть на них удобно но вот анализировать их конечно не очень удобно особенно когда потом через какое-то время нам хочется сравнить несколько лет до несколько позиций и так далее вот вот с такими данными скажу сразу в табло смотреть не будем потому что возможности по такой вот комфортной обработке таких данных у табло нет поэтому здесь мы будем смотреть два продукта и даже не совсем кликсенс то есть клик но не сенс и так но пока power by вот в этой части power by конечно сильно выигрывает потому что вы можете всевозможные трансформации привести провести в достаточно комфортном интерфейсе и так у меня есть лист с которыми есть данные поскольку данные в таком чистом виде для аналитики мне не годятся я пойду в преобразование данных и попробую с этим что-то сделать и так у меня есть данные которые в совершенно не таком виде как я бы хотела и для того чтобы с ними что-то сделать я немножко здесь поколдую прежде всего я разверну эту таблицу и заголовки будут наверху годы да а слева у меня есть страны и продукты если я вот эти заголовки теперь использую собственно в качестве заголовков использовать заголовки как первую строку наоборот наоборот использовать первую строку в качестве заголовка то у меня уже таблица станет единообразная у меня есть страны у меня есть продукты и у меня есть собственно суммы цены что еще чего еще мне не хватает у меня в столбце где должны быть страны в первой строке написано слово австралия дальше строки не заполнены и пока мы на эти данные смотрим нам понятно что эти записи относятся тоже к австралии но как только мы от этих данных чуть-чуть отойдем только человек может понять что это тоже относится к австралии но здесь у нас есть чудесная кнопка вот такая вниз после чего все пустоты заполняются данными после этого мы можем данные загрузить и уже с ними будет неплохо работать но сделаем еще пару вещей такая таблица очень напоминает сводную таблицу в excel и когда-то когда я много проводила тренинги про excel я очень часто сталкивалась с вопросами что вот у нас есть такая таблица а что же нам теперь с ней делать если мы хотим узнать сколько всего велосипедов в австралии было продано за весь исторический период ну и приходилось людям говорить что не в таком виде надо данные вести вид должен быть совершенно другой а вот это мы как раз можем получить с помощью сводной таблицы так вот теперь у нас в power bi и собственно в excel тоже не во всем правда есть такая замечательная команда которая называется отменить свертывание столбцов она позволяет делать операцию обратную сводной таблицы то есть он развернул нам данные относительно года и по каждой записи австралия байки получил следующее значение по году цифра которая здесь стояла итак мы развернули данные и изменили тип значения чтобы данные были в формате которые рекомендуются для работы с денежные с денежными данными с финансовыми осталось сделать последнее дать правильные названия толпцам вот ну и посмотрим что у нас получилось у нас есть трансформированная таблица которую можно теперь удобно загрузить и дальше анализировать и при этом мы видим все примененные шаги то есть можем посмотреть какие были произведены действия да для того чтобы какой-то результат получить и если вдруг что-то пошло не так нам не нравится результат можно эти шаги отменить каждый в отдельности да или несколько подряд и записать соответственно следующее теперь мы можем закрыть это все и применить сделанные изменения у нас загрузятся данные и можно строить визуализацию я хочу построить предположим по странам получить сумму продукции при этом смотрите да по умолчанию была построена карта потому что здесь страна и Power BI распознал эти данные как данные географические и сразу вот эту вот такую визуализацию нам построил можно взять еще какую-нибудь линейчатую диаграмму вот такую например и там построить по продукту на продаж вот как я уже говорила данные вот такого рода данные да чтобы их трансформировать и распределить в табло нам не загрузить у него нет такого трансформатора у табло есть отдельный продукт табло преп но этот продукт тоже немножко иначе собирает данные да и немножко иначе и дает возможность их очищать в кликсенс мы можем работать только с данными то есть можем трансформировать данные только используя свои собственные навыки программирования такого встроенного трансформатора в кликсенс нет но зато есть в кликвью это продукт тоже продукт клик да но который существовал немножко раньше вот здесь почему-то у нас больше различных возможностей почему-то когда они создали новый продукт да они не сделали такую трансформацию и так что я хочу сделать здесь я подключусь к тем же самым данным и поскольку я знаю что эти данные мне нужно трансформировать я буду это делать через трансформатор это соответственно через трансформатор данных то есть мне нужно пройти немножко вот я включу шаг трансформации здесь немножко поскольку немножко чуть-чуть другая логика да может быть в какой-то момент не так удобно но можно сделать практически то же самое сначала я хочу развернуть таблицу вот у меня года наверху да потом я хочу заполнить первый столбец данными везде везде есть страны с этим у нас все и теперь нам осталось только эту таблицу развернуть это в форматах кликвью это называется просто таблица аналогичным образом мы определяем какие поля остаются как были да какие определяют каждую запись вот и даем название тем полям которые раньше представляли собой заголовки столбцов это у меня будут годы вот а фиолетовая часть фиолетовая зона изумрудная это будет сумма то есть то что было в изумрудной прямоугольнике да теперь будет столбец который называется сумма вот мы получили соответствующую таблицу после чего я могу нажать готово и получить вот такой вот скрипт теперь я могу его скопировать поскольку мы сегодня говорим про работу в кликсенс да я эти данные перенесу в кликсенс итак я иду в редактор загрузки данных поскольку эти данные мы загружали через раздел который называется так называемые пузыри то у нас здесь создан автоматический раздел собственно с этим разделом я делать ничего не буду немножко неправильно потому что совершенно разные между собой не связанные таблицы не нужно заносить в один да в один аналитический файл но поскольку мы смотрим только разные отдельные кусочки я его сюда добавлю итак это у нас будет трансформация я вставлю сюда скрипт который был написан создан автоматически трансформатором в кликвью и одну вещь мне только нужно поменять вот этот вот путь то есть для того чтобы облегчить себе задачу я вставлю свои данные из файла вот этот sales matrix из которого собственно мы получали информацию да и отсюда имя файла скопирую и заменю вот эти квадратные скобочки вот теперь мы можем загрузить эти данные и построить такую же визуализацию о да еще один момент мне предстоит сделать это делать как раз в скрипте уже не так просто потому что мы там разворачиваем таблицу соответственно я могу посмотреть что у меня там находится то есть мне нужно будет переименовать эти поля но пока я оставлю их как есть вот смотрите поле F1 заметьте оно тоже найдено на карте карты у Power BI и клик разные но возможности очень похожи на карте и я хочу сюда добавить сумму могу ли я это сделать так да смогу то есть сумма на карте зоны которые там отмечены да у нас чем большая сумма тем темнее собственно сам континент и мы видим что вот в этой области в океане у нас больше всего каких-то продаж вот и построю еще одну визуализацию по годам по суммам нет по продукту я строила диаграммы она называется линейчатая диаграмма по продукту а это у нас поле F2 будет здесь мы его не переименовывали оно будет F2 то есть там где велосипеды и здесь сумма соответственно сумма вот вот мы получили практически такую же диаграмму мы можем привести ее к другому виду вот она у нас линейчатая да и если мы сравним картинки которые нам дает Power BI и кликсенс они в общем сопоставимы вот и так да что касается трансформации данных если мы если трансформация данных нам действительно очень актуальна мы можем поставить себе бесплатную версию ClickView это настольная версия Home Edition называется бесплатная лицензия то есть вы можете пользоваться этим продуктом совершенно бесплатно но на конкретном компьютере создавать отдельные какие-то приложения то есть если у вас нет лицензии ClickView вы не сможете чужие приложения открыть но это не касается скриптовой части то есть скрипт посмотреть вы можете и как вот мы видели мы можем этот скрипт взять и с небольшой трансформацией да с небольшими изменениями перенести в ClickSense то есть пока по крайней мере в ClickSense нет такого трансформатора он позволяет сделать довольно много вещей с другой стороны поскольку мы всегда все равно пишем скрипт то мы можем самостоятельно написать здесь что хотим да просто это будет немножечко посложнее да с другой стороны как это ClickView нам позволяет сюда перетащить вот эти данные собственно мы видим что нам отфильтровал немножко информацию да заполнил какие-то значения и потом развернул нашу таблицу вот таким вот образом итак здесь у нас да очень похожие возможности у Power BI и у ClickSense теперь давайте посмотрим на то как наши данные все между собой взаимодействуют то есть если мы смотрим на визуализации если мы делаем какой-то выбор то мы видим что этот выбор влияет на наши данные на листе то есть я могу выбрать визуализации предположим одежду или аксессуары и посмотреть как они у нас продаются в этих областях если у меня будет не один лист а несколько я добавлю еще один лист и выберу поля из таблицы else у меня есть годы годы как мы видим тоже не самым идеальным образом у нас отображаются но мы эти данные тоже в скрипте можем соответственно чуть-чуть преобразовать по годам я хочу получить суммы вот мы видим распределение надо только поправить что у нас эти данные то пошло не так когда включен режим рекомендации по созданию у нас половина отсутствует половина доступных возможностей поэтому я ее выключаю и так я хочу отсортировать данные по вот этому полю по годам потому что год это не дата и как и все остальные приложения если это не дата то он нам конечно сортирует значение по убыванию числа да то есть в данном случае по убыванию суммы вот но нам нужно и расположение по годам вот теперь мы видим эти данные по годам соответственно вот вся наша информация если при этом и сюда наверное надо добавить тоже фильтр чтобы было наглядно видно я добавлю сюда фильтр по у нас там F2 по полю F2 и добавлю по полю F1 да вот будет видно что у нас выбрана сейчас у нас выбрана одежда да то есть когда мы делаем выборку на каком-то листе выборка это применяется ко всем листам нашего отчета то есть на всех листах эта выборка также работает если я здесь выберу что-то другое соответственно и диаграмма моя показывает эти данные и если я перемещусь сюда я тоже увижу что теперь у меня не там аксессуары а велосипеды выбраны если я сделаю выборку какую-нибудь по странам я также на другом листе увижу что у меня идет выборка по странам то есть фильтры которые мы накладываем на отчет работают во всех листах отчета что у нас происходит в Power BI с взаимодействием элементов если мы говорим про один лист здесь здесь ситуация аналогичная тому что происходило в ClickSense сейчас не очень наглядно давайте сделаем арту вот такую вот тут будет получше видно да у Power BI раньше был немножко другой немножко другая тема по умолчанию и в ней было более наглядно мне кажется видно все равно не похоже давайте смотреть а вот оно что сумма продаж у меня попала не в размеры да а в подсказки и соответственно сейчас вот сейчас она в размерах да можно будет увидеть как у нас меняются на кружочке но не очень сильно она заметна поэтому я сделаю следующее то есть здесь мне скорее надо настраивать визуализацию и так вот это сумма продаж и теперь я настрою визуализацию и в цветах данных поставлю что этот цвет у меня будет да по полю сумма раскрашен и так да теперь более бледные страны вот они здесь у нас больше продажи если мы посмотрим на велосипеды мы увидим немножко изменяющуюся раскраску то есть тут уже можно отличить дальнейшую надо просто настраивать эти цвета соответствующим образом чтобы эти чтобы лучше было видно лучше были видны изменения пожалуй я возьму оранжевый цвет и тогда мы будем видеть как взаимодействует визуализация если я делаю выбор на карте то в диаграмме я вижу долю этого да в данном случае долю этой страны во всех продажах то есть в Великобритании у нас продаются вот столько велосипедов а в океане вот такое количество да практически половина всех наших сумм заявлено в Великобритании теперь мне интересно посмотреть как взаимодействуют данные если у нас есть несколько страниц отчетов на второй странице отчета давайте построим такую же картинку как в кликсенс и так второй лист у меня диаграмма по годам и только фильтры и так я построю такую же у меня есть годы у меня есть суммы и это должна быть вот такая столбиками диаграмма как мы видим происходит ровно то же самое что и в кликсенс да данные отсортированные по убыванию числового значения здесь сортировка у нас находится в другом немножко месте по возрастанию по годам вот диаграмма похожа теперь я сюда поставлю фильтры по продукту они у нас отдельные и фильтр по стране вот 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 теперь у меня есть фильтры и если я делаю выбор я вижу данные да что они у меня тут значения изменяются потому как вот эти фильтры влияют на происходящее на диаграмме но на вторую страницу фильтры со страницы с годами никакого влияния не оказывают чтобы фильтры влияли на другую страницу отчета мы должны такой фильтр либо скопировать да при копировании у меня возникает запрос на синхронизацию элементов если я элементы синхронизирую то тогда соответственно фильтры начинают работать одинаково на всех страницах отчета то есть там где у нас одинаковые фильтры да там мы можем увидеть что у нас они работают идентично вот при этом фильтр не обязательно отображать на странице мы можем сделать другой вариант у меня есть продукт и я хочу чтобы этот продукт также и одну и другую страницу собственно по этим продуктам мы могли и ту и другую страницу фильтровать мне нужно для этого вывести вот такое вот окно синхронизация среза и когда у меня срез выделен я могу указать на какие страницы этот фильтр влияет я установлю что этот фильтр у меня синхронизирован и с первой страницей тоже при этом у нас сейчас никакой да никакого фильтра по продукту здесь не видно видно что в диаграмме у нас остался только один продукт фильтр не отображается но он работает точно так же как и собственно если бы он здесь был вот велосипеды то есть у нас в окне синхронизации срезов мы можем увидеть да на каких страницах этот фильтр находится и синхронизирован он либо нет то есть здесь мы можем управлять взаимодействием элементов при этом если мы фильтруем данные где-то в диаграмме вот эта фильтрация не распространяется на странице отчета то есть фильтрация по годам у нас будет только на одной странице и при этом если я с этой страницы уйду да я вернусь обратно и уже соответственно такого фильтра не увижу в некоторых случаях нам интересно может оказаться какую-то более подробную информацию по стране посмотреть по вот этому году тогда у нас есть возможность организовать страницы детализации ну это уже немножко другая история итак в кликсенс и в power bi у нас идут очень похожие взаимодействия между данными но клик фильтрует вам сразу весь отчет а power bi фильтрует только страницу отчета если не сделано дополнительных изменений что касается табло в табло у нас отдельная настройка визуализации каждый 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 страница отчета это отдельная диаграмма которую мы можем здесь настраивать разным-разным образом а потом после того как мы эти визуализации построили мы можем собрать дашборд и разместить здесь элементы из разных листов после чего можем настроить что скажем вот эта диаграмма фильтрует остальное в другую вот и теперь если я здесь буду выбирать компот то во второй диаграмме тоже останется компот если я выберу суп здесь тоже останется но работает это в одном направлении то есть если я выберу компот здесь да вот эту страницу он не фильтрует потому что это так не настроено то есть для для направленной работы да мне нужно то же самое настройку фильтра сделать есть возможность более тонкой настройки фильтрации но в любом случае каждый отдельный дашборд мы настраиваем все элементы настраиваем поочередно по отдельности так мы посмотрели как собирать данные как трансформировать данные как можно данные преобразовывать как можно смотреть учитывать взаимодействие да между различными визуализациями ну и осталось нам посмотреть на настройку диаграмм и так все все би приложения умеют дают нам возможность по различным настройкам диаграмм то есть мы можем настраивать там цвет по значению по измерению по какому-то условию вот это мы делать можем во всех приложениях но есть одна вещь которую умеет делать которая позволяет нам делать только табло то есть мы можем сделать следующее итак у меня в этом приложении уже имеются данные это данные по неким несчастным случаем на производстве и вот здесь мы можем эти несчастные случаи отметить не только на в виде таблицы или диаграммы да но также можем использовать в качестве в качестве в качестве карты любое изображение которое у нас есть то есть я возьму у меня есть специальное изображение для собственно собственно придуманное для вот да отображения несчастных случаев то есть где какие у нас произошли проблемы с какой частью тела и у нас такая информация имеется и мы знаем в каких координатах мы эти значения отмечаем то есть у нас есть некая разметка да по которой мы отмечаем в какой зоне должен быть отобрать отмечен этот несчастный случай соответственно после того как мы данные такие зададим мы можем использовать координаты для того чтобы отметить их собственно на нашем вот этом вот элементе мы возьмем меру среднее значение то есть чтобы увидеть среднее значение на карте да только сейчас у нас нет никакой градации поэтому мы возьмем еще этот location вот и увидим собственно уже эти несчастные случаи на карте если при этом количество их мы отметим перетащим в размер то чем крупнее значок тем соответственно больше у нас таких отметок теперь нам осталось что сделать превратить эту форму в крестик и пожалуй задать ей цвет вот и теперь это соответственно да вот это те отображения уже похоже на то что у нас отмечаются как да несчастные случаи там вот где кто поранился у нас например на производстве и мы можем увидеть сколько таких отметок да чем то есть как бы чем этот значок больше значит у нас соответственно больше всего больше всего таких травм происходит на производстве вот что касается визуализации в табло у меня есть еще один пример это пример не мой я его нашла в галерее которая есть у табло соответственно здесь вот такая у нас интересная созданная визуализация создана она каким образом то есть у нас как вы видите то что мы сейчас то на что мы сейчас смотрим это дашборд то есть это уже сборный элемент мы можем здесь посмотреть на лист который есть и увидеть что здесь на самом деле у нас вот такая точечная диаграмма в которой настроены где эти точки какого они цвета и так далее после чего собран вот такой дашборд где эти точки у нас немножко в другом расположении а дальше добавлены картинки и получается вот такая вот визуализация которая соответственно вот эти все позиции будут изменены после того как мы закрузим новые данные в табло вообще очень многие вещи решаются с помощью отрисовки нескольких диаграмм и наложения их вместе за счет того что у нас все элементы отдельные мы можем управлять тем как у нас расположены диаграммы чтобы они там друг на друга находили тогда мы можем получить какую-то новую интересную визуализацию даже если она отсутствует в наборе табло в Power BI у нас существует специальный магазин из которого мы можем импортировать визуальные элементы поменяли здесь наименование их не узнаю даже немножко то есть мы можем зайти в App Store в App Source и выбрать какие-то визуализации которых нет в стандартном наборе и пользоваться ими у Клик немножко другая история тоже есть визуализации которые пользовательские их тоже можно скачивать а также есть отдельный еще блок который называется отдельная компания которая называется Визлип она разрабатывает дополнительные визуализации эти визуализации уже платные ну соответственно вы можете эти визуализации да купить и получить их встраивать свои отчеты они будут находиться у вас вот в этом разделе пользовательские объекты но с недавних версий ClickSense и сам стал добавлять в этот раздел дополнительные новые визуализации которые на сегодняшний момент очень популярны и я думаю что этот блок будет тоже увеличиваться и здесь появятся какие-то новые визуализации по типу того как организовано как реализовано в Power BI и так мы посмотрели с вами три основные точки с которыми мы работаем когда проводим биоаналитику это сбор данных это взаимодействие элементов и настройка элементов конечно в рамках полутора там часа полутора да об этом ну невозможно сказать обо всем у меня не было задачи найти какого-то одного лидера мне нравятся все три приложения и во всех трех приложениях есть свои сильные и слабые стороны ну и в ваших руках решить какое же приложение да наиболее подходит под ваши задачи спасибо вам и до новых встреч будем рады видеть вас в на наших семинарах и курсах спасибо до свидания я с Продолжение следует...